Добрый день, глубоко уважаемая Светлана Анатольевна. Добрый день, глубоко уважаемая Светлана Анатольевна. Одним из критериев является невключение применяемой ранней терапии в эти исследования, поэтому это в основном реальная клиническая практика и метаанализы. В данной работе участвовало 122 пациента. На данном слайде представлены данные, характеризующие то, что основная проблема, то что к реиндукции пациенты подходят уже в более тяжелом состоянии, как по статусу ЭКОК, так и по распространенности заболевания. Однако данная работа продемонстрировала, что интервал в среднем был порядка 3,5 месяцев между индукционной и реиндукционной терапией. При соотношении эффективности мы видим, что распределение также поменялось. Чуть больше частота и прогрессирования, и смешанных ответов по сравнению с индукционной терапией. Однако частота полных ответов также составляла 8%, что немало для возврата к ранней терапии. Влияние на время до прогрессирования не было отмечено, а вот контроль над заболеванием был достоверно достигнут в группе применения реиндукции после предшествующей индукционной терапии. Порядка 14 месяцев контроль над заболеванием на возврате терапии. И да, достоверно увеличивалось и количество пациентов с поражением метастатическим головного мозга. И динамика ЛДГ также увеличивалась именно из-за того, что по характеристике группа пациентов в более худшем клиническом состоянии приступала к реиндукции. Вопрос, кому мы можем проводить реиндукцию таргетной терапии, будь то монотерапия или комбинированная терапия. В данных исследованиях рассматривались следующие прогностические факторы. Да, здесь есть исследование уровня белка С100. Сегодня мы затрагивали эту тему, он практически во всех исследованиях присутствовал. Красным цветом выделены те факторы, которые оказали статистическую значимость. Это уровень ЛДГ, это временной интервал, хотя только в одном исследовании. Это характер проведения терапии в интервале, а именно иммунотерапии. И выраженность ответа на индукционную терапию. Также уровни ЛДГ и С100, они также имели значимость пациента с более низкими значениями этих показателей. И на момент приступления к индукции имели лучшие показатели времени без прогрессирования. Если мы рассматриваем влияние выраженности ответа на индукционную терапию, как она влияла на показатели реиндукции, мы видим, что, допустим, в данной работе все пациенты с полным ответом на фоне индукционной терапии, они достигали контроля над заболеванием при помощи потом, в следующем применении реиндукции. Однако, если уже выраженность ответа уменьшалась, например, частичный регресс или даже стабилизация, то общий процент этих пациентов становился меньше в динамике. Тоже вопрос. Одинаковые или разные препараты применялись в индукционной терапии и реиндукции? Данный слайд демонстрирует следующие данные, одной из работ. То, что контроль над заболеванием, он был выше в группе с применением разных препаратов, чем одинаковых. Также медиана времени без прогрессирования была короче в группе с индукционной терапией по сравнению с реиндукционными пациентами с разными препаратами. Если мы рассматриваем влияние добавления мегингибиторов на эффективность, допустим, реиндукционной терапии, если во время индукции не проводилась такая терапия, мы не увидим статистически значимого влияния ни в одной из групп, ни в изначально проводимой терапии, комбинированной ни у пациентов, которые лечились только монотерапией, ни у пациентов, которые лечились сначала монотерапией, а потом добавили уже мегингибитор к БРАФ-ингибитору. И также еще одна работа, достаточно последний, 20-го года, метаанализ, включающий 238 пациентов. Здесь также мы видим, что на фоне реиндукции были достаточно высокие показатели и объективного ответа, 47%, и уровень контроля над заболеванием также был достаточно значим, 67%. Что нас также подвигает к мысли, что проведение реиндукции таргетной терапии, оно целесообразно в определенной группе пациентов. Следующая группа – это пациенты на фоне иммуно-онкологического лечения, и можем ли мы возвращаться к нему? Здесь, на самом деле, намного меньше данных, чем по поводу таргетной терапии. Мы знаем уже, что эти препараты эффективны как в монотерапии, так и более эффективны в комбинированной терапии. Частота объективных ответов до 58% в среднем может достигать. И мы знаем, что большой процент пациентов заканчивают терапию, особенно комбинированной, в варианте, из-за наступления токсичности. Начну с препарата эпилюмаб. Почему? Потому что это единственная работа в рамках именно клинического исследования, которое было проведено, для оценки именно возможности возврата к терапии, которая проводилась в индукционной фазе. Здесь мы видим показатели пятилетней выживаемости и у пациентов, которые не получали эпилюмаб, и у пациентов, которым проводилась реиндукция. Также показатели токсичности тяжелой степени на фоне реиндукции. В основном наблюдалась кожная токсичность и гастроинтенсиональная токсичность, характерная для этого препарата. В этом исследовании был достаточно также высокий процент объективного ответа на фоне реиндукции, полный ответ у 7 пациентов, объективный ответ у 21 пациента. 48, более 48 процентов пациентов имели контроль над заболеванием на фоне реиндукционной терапии. И если мы в дальнейшем будем рассматривать возможности реиндукции анти-ПД-1 ингибиторами, здесь представлено буквально несколько единичных рассмотров клинических случаев. Вот данная работа включала 8 пациентов. Мы видим сравнение объективных ответов и эффектотерапии на фоне индукции и реиндукции. Да, эффективность она снижается с последующим применением терапии одного вида в реиндукции, но тем не менее мы видим, что некоторые пациенты также могут получать пользу. Был достигнут даже в одном случае частичный регресс на фоне реиндукционной терапии. И еще один клинический опыт, представленный в литературе. Пациент, который имел эффект в виде частичного регресса на фоне индукционной терапии анти-ПД-1 ингибитором в монотерапии, в дальнейшем длительный интервал оперировал 16 месяцев, в дальнейшем после прогрессирования ему была повторно применена реиндукция анти-ПД-1 препаратом и достигнут полный эффект. Очень интересный, на мой взгляд, случай. И единственная работа, мета-анализ именно различных исследований, который разделил пациентов на 4 основные группы. Пациенты, которым проводилась реиндукция после прекращения лечения, связанного с токсичностью, пациенты, которым повторно применялся анти-ПД-1 ингибитор после прогрессирования на той же терапии, пациенты, которым применялась реиндукция анти-СиТЛ-4 препаратом и пилюмабом, также в реиндукции после прогрессирования на индукционной терапии. И повторное применение комбинации после прогрессирования на монотерапии анти-ПД-1 ингибитором. И здесь самое занимательное, что мы видим значительные эффекты как в высоких показателях объективного ответа, так и контроль над заболеванием в группе, у которых была прекращена терапия ввиду токсичности. При этом у 41 пациентов в этой группе были и рецидивы ранее определяемой токсичности, но также появлялись и новые иммунопосредственные нежелательные явления. В заключение хотелось бы отметить, что возврат к ранее успешной таргетной терапии является одним из вариантов лечения для особенно сильно предлеченных пациентов, потому что высокая частота объективного ответа в этой именно группе. Да, эти ответы снижаются в интенсивности, в динамике, но тем не менее определенная группа пациентов будет получать пользу от данного лечения. Требуется дальнейшее изучение факторов прогноза, потому что, учитывая такую эффективность, конечно, нужно выделить именно подгруппу пациентов, которым такая терапия будет помогать. Что касательно реиндукции иммуно-онкологической терапии, то только от 30 до 50% пациентов они реагируют на реиндукцию иммуно-онкологическими препаратами. В основном применяют те же самые агенты иммуно-онкологические. Минимальный средний интервал между индукционным лечением и реиндукцией составлял порядка 2-3 месяцев. Наилучшие результаты реиндукции иммуно-онкологического лечения наблюдались в группах пациентов, в которых ранняя терапия была отменена не из-за прогрессирования, а из-за токсических эффектов, которые являются противопоказанием для продолжения. И на фоне реиндукционной терапии мы можем наблюдать как и возобновление токсичности, которая ранее была, а также возникновение новых иммунопосредственных нежелательных явлений, которых ранее не отмечалось. Спасибо за внимание. Продолжение следует...